Смотрите, пожалуйста, материал на этом сайте. Ходил туда, смотрел, то есть видел там тарифы ваши, смотрел. То есть, в принципе, вообще, какие вы предлагаете услуги должникам. С этим я ознакомился, я имею в виду, как будет происходить наше с вами сотрудничество. Как это будет выглядеть. Ну, пожалуйста, вы можете выбрать то, что для вас приемлемо. Например, в зависимости от профессиональной подготовки, насколько я понимаю, Виталий Юрьевич, вы уже имеете опыт арбитражного управления. Вы можете, например, ограничиться общим консультированием по процедурам банкротства граждан и рекомендовать обратиться к этому сервису. Банкрот один клик. Как этот сервис задумывался? Мы хотели бы создать единое условие работы для граждан по всем регионам России. Эта услуга очень востребована. Даже обращались в наши государственные органы, в Министерство экономического развития, в Министерство юстиции, в Верховный суд России, в правительство Российской Федерации с предложением включить эту услугу банкротства граждан в пакет социальных услуг, которые оказывает государство в многофункциональных центрах. Максимально упростить процедуры, упростить до заполнения одной единственной формы, фамилиями отчества, паспортные данные и дальше галочка «Объявляют себя банкротом». Но, к сожалению, эти предложения нашли отклик только в одно – увеличили немножко вознаграждение финансовым управляющим с 10 тысяч до 25 тысяч рублей, как мы предлагали. А в остальном наши предложения просто проигнорированы были. Рекомендовали обратиться в агентство стратегических на сайт Российской общественной инициативы. Направляли и на этот сайт Российской общественной инициативы и получили ответ, что хорошо бы вам немножко изменить формулировку вашего проекта, так чтобы он отвечал на вопрос «что делать» и поработать получше над списком литературы. Вы, пожалуйста, не удивляйтесь, потому что находятся, как я понимаю, среди государственных органов люди совершенно оторванные от реальности. Поэтому в этой ситуации мы предпочитали действовать. Договариваться с государственными органами крайне сложно, Виталий Юрьевич. Это я говорю по своему личному опыту. Что мы предлагаем? Мы видим, что здесь самая главная проблема – это очень низкий уровень финансовой грамотности населения. Несмотря на то, что у нас выделяются средства через международные гранты в Российской Федерации на повышение уровня финансовой грамотности, например, вы можете посмотреть на сайте Высшей Школы Экономики брошюры, которые ориентированы на широкого читателя, «Как не попасть в ситуацию безнадежных долгов», «Как планировать собственное дело» на очень популярном уровне, буквально на пальцах, ориентированных на непрофессионального пользователя, объясняется популярно о финансах. Но что не хватает в этих просветительских курсах? Не хватает практических методов защиты граждан, буквально алгоритмизированно, делая первое, второе, третье, для того, чтобы защитить свои права в арбитражном суде и признать себя.